друзья всем привет жук и виталий на связи сегодня как обычно кратко и по делу обсудим с вами ситуация на крипто рынке соответственно какие движения мы с вами уже получили каких движений нам с вами стоит ожидать и вообще какие сейчас самые обоснованные решения можно принять на этом довольно сложном довольно манипулируемым крипто рынке напомню вам то что еще с прошлого выпуска я бы закрывал большинство сделок все сделки были плюс сделки были локальные я решил соответственно зафиксироваться потому что видел довольно стрёмные ситуации по некоторым активам которые показывают что вероятнее всего более среднесрочный даже возможно более глобально нам стоит с вами ожидать отката по активам я совсем кратко хотел бы вам напомнить про свою закрытую группу там я даю действительно большое количество соображений ежедневном формате ссылку на форум вы найдете в описании до ноябрь цена поднялась давайте мы сразу на графике посмотрим ситуацию по биткоину и здесь мы с вами можем наблюдать дамп как дампит рынок на данный момент эта ситуация внутри глобального канала но что я хотел бы вам обратить вот как раз мы находимся на низких таймфреймах следите за барами объему проторговки вообще это что такое это так актив торгуется вот поэтому я люблю биржу цекс потому что на низко ликвидных биржах видно если реально здесь вот здесь например когда была просадка сразу видно было что реально продают то есть это не был не был какой-то импульсная продажа реально продают здесь начали откупать вышли в консолидацию дальше все меньше про торговка и меньше и меньше дальше пошли импульсами все все дальше идем импульсами а такие низко ликвидные биржи они позволяют отслеживать данные объемы довольно неплохо и здесь друзья действительно очень важно обращать внимание на то что вернувшись на уровень 9 там 10 тысяч долларов мы с вами опять получили одних ботов почему так как вот да понятно потому что с одной стороны это место где надо распределять свои позиции от закупов ниже но с другой стороны у нас с вами есть предпосылки пойти ломать трендовые у нас с вами есть предпосылки пойти выше почему мы не видим реальных объемов торгов и вот это движение нисходящее она абсолютно логично и поэтому я и собственно говоря закрывал сделки потому что в данной ситуации нужен до набор ликвидности для того чтобы просто торговать данный рынок должен быть спрос должно быть предложение давайте с вами обсудим какой вообще потенциал данного движения вообще вот нижняя граница как раз мы на ней находимся это как раз уровень там 7 700 7 800 это глобальный канал с которого мы можем вверх отстреливать до уровня там 9 600 тире там 9 800 но я бы хотел обратить ваше внимание то что даже если рассматривать другие биржи то здесь довольно плохие откупы и то что нас сквизанут и здесь важно я думаю вероятнее всего нас будут сквизить и возвращать обратно вверх то есть это не будет какое-то полноценное падение слишком уж данная ситуация похожа на западню я думаю сейчас у нас здесь до наберут ликвид скинут вниз возможно это будет какой-нибудь уровень из серии 8 400 8 500 хотя не знаю не уверен что могут так низко но какой-то уровень сквиза должен быть возможно может мы его уже наблюдаем и будет потом резкий откуп с преломлением 9 600 у нас уровень серьезный но это сами понимаете я в глобальной перспективе все таки то что с данного сетапа мы там пойдем на три четыре пять шесть тысяч я считаю довольно маловероятно какие действия предпринять данной ситуации я считаю все довольно просто мы должны с вами поймать поддержку поймать поддержку это на более менее крупных таймфреймах остановиться на ней и хоть проторговаться какое-то время я думаю здесь не будет такого сетапа когда мы остановились поймали поддержку резко улетели вверх нет я думаю мы чуть-чуть постоим на каком-то уровне и постепенно будем выходить выше изначально выходить выше мы будем вероятнее всего как раз вот обратно за 9 9 100 это и является для нас ключевым уровнем потому что закрепление на 9 9 100 нам даст точку входа и поверьте мне если вы вышли по моей рекомендации то лучше действительно упустить это движение которое действительно очень рискованно она никоим образом не подходит под понятие там риск прибыль потому что риск здесь намного выше все же лучше дождаться когда пройдет вот это все движение мы с вами получим закрепление там над девятью тысячами долларов и там уже рассматривать какую-то локальную среднесрочную сделку пока что лично я нахожусь в фиате зафиксировал сделки в плюс и не вижу большого смысла тут чего-то придумывать ситуация же по альткоинам она более шатко и сейчас мы эту ситуацию с вами разберем но в начале пару слов о спонсоре данного выпуска друзья проект fair play на технологии true play получил глобальное обновление получена лицензия от и гейминг каракао которая помогает выходить на новые рынки в рамках ребрендинга проект также поменял свое название теперь проект называется fair spin ну и самое главное добавляется фиат теперь есть возможность пополнять свой баланс традиционных валютах из банковской карты fair spin это блокчейн казино на технологии true play следовательно все транзакции записываются блокчейн игроки могут отслеживать все депозиты выплаты а так же баланс самого проекта fair spin и действительно друзья данный проект максимально прозрачным вы можете убедиться в этом сами за год было выиграно больше 33 тысяч эфириумов а это на секундочку около 6 миллионов долларов по нынешнему курсу стремительный прогресс и технологии fair spin были также отмечены номинациями на две престижные награды команда fair spin отмечает то что такой результат они получили из-за ставки на честность и прозрачность чего не хватает онлайн геймингу и соответственно пополнять средства можно как криптовалюте так и фиате ссылочку на проект вы найдете в описании а мы с вами продолжаем ситуацию по альткоинам я хотел бы начать с рипла сейчас по риплу мы с вами наблюдаем довольно неплохой откат эту ситуацию сейчас обсудим вот как раз вот в этих уровнях где-то я везде фиксировался то есть соответственно я там набирал 29 центов до 29 3 и соответственно выше фиксировался последний фикс был 30 с чем-то центов я уже честно не помню но все сделки были зафиксированы выше дальше я соответственно обратил внимание то что у нас реально не хватает покупателя на то чтобы пробить глобальное сопротивление напомню то что уровень 30 31 с половиной является для рипла глобальным сопротивлением и объемы там ну честно говоря были довольно слабые собственно говоря и поэтому я и закрыл все свои сделки по риплу здесь же дальше произошла ситуация видите вот эту свечку она вроде даже видно на четырех часах знаете сколько времени потребовалось чтобы ее сформировать я ее смотрел прямо в моменте секунд 40 максимум минута просто вверх-вниз вынесли все стопы к чертовой матери и сразу все распродали просто моментом это к вопросу к тому что у нас действительно рынок уже довольно автоматизированный и автоматизированная торговля это тот факт который мы с вами должны принять на этом рынке ну соответственно увидев это все дело я в своей группе написал ребятам что все теперь уже вероятность того что мы с вами повалимся вниз очень высока учитывая уровень сквиза уровень сноса стопов смысл докупать на уровне 29 28 с половиной центов но нету никакого потому что вероятнее всего здесь будут давить вниз и тут я хотел бы обратить ваше внимание то что действительно здесь у нас следующая поддержка находится на уровне двадцати шести с половиной центов сейчас какую-то суету по риплу предпринимает ну я не вижу смысла актив откупает определенно откупает но объем и уровень продаж по нему ну и я считаю кара не я считаю он определенно гораздо выше поэтому непосредственно по риплу я все же буду отталкиваться от остановки на уровне если на этом уровне уже у нас с вами будет какой-то объем тогда я буду заходить сделку пока что все что я продал здесь я держу фиате и не рыпаюсь плюс-минус такая же ситуация у нас по эфириуму по эфириуму я тоже набирался как раз вот мы сейчас наблюдаем откат я плюс-минус в этих уровнях его покупал ну и вот здесь вот везде фиксировал ну то есть вот я как раз вот где-то тут его покупала здесь фиксировал учитывая слабость биткоина в принципе эфир сейчас показывает что с каким-то соотношением риск прибыль здесь можно было бы и заскочить рассчитывая еще на какой-то локальный отскок но мы должны с вами не забывать то что эфириум это не отдельный актив он точно также зависим от биткоина как и любая другая альта а биткоин у нас сейчас показывает слабость определенно я бы не сказал что биткоин сейчас очень сильно откупает поэтому пожалуй здесь тоже без меня я посмотрю как мы постоим на этом уровне также эфириум весь что вы понимали я особо не говорю на канале но фильм я всегда оставляю в запасе у себя вот потому что у меня есть соответственно соображение по поводу но до крупов стейка и тому подобного и у меня всегда есть запас эфириумов сейчас я продал его весь буду перезаходить соответственно либо на пробитии уровня 200 долларов либо соответственно от консолидации который нам покажет сейчас актив почему-то с таким биткоином я не уверен что мы этот уровень удержим и все же наверное я его жду где-то в уровне 170 175 плюс минус там я думаю будет более-менее адекватная точка входа за последнюю неделю также немного потрепал нервы стеллар люмен я бы сказал до сих пор трепет потому что он держит глобалку данный уровень является глобальной поддержкой по-хорошему ему бы надо уже давно под него проваливаться будем наблюдать будет он проходить ниже или нет лично я его продавал по его покупал по 6 чем-то центов продавал по 7 и одному он потом дал выстрел до восьмерки я этот выстрел пропустил ну как пропустил я то что продал по стеллар люмену я перелил в риппл у меня получилось что там что-то 15 чем-то процентов но эти 15 процентов они были по крайней мере получены соотношением риск прибыль до стеллар люмен дал там сколько 30 чем-то процентов но это явный вынос за уровень и самое забавное то что я неоднократно говорил что мы будем пробивать когда мы будем пробивать этот уровень нас кину как раз к уровню восьми центов но сам вышел раньше сейчас же все таки я рассчитываю на пробой то есть я бы честно скажу вам не хотел бы чтобы он здесь останавливался хотя с другой стороны ну просто перезаход будет не очень приятный другой стороны если он у нас здесь остановится у нас довольно неплохие перспективы по росту вплоть там до 10 центов но пока что все-таки давайте дадим активу да и в принципе рынку время друзья мои соображения и рекомендации по текущей ситуации на рынке заключается в том что действительно не стоит здесь торопиться вы можете себе очень неплохо навредить потому что биткоины сейчас показывает определенную слабость я сам ставлю не только не то что даже ставлю я вижу здесь наибольшую вероятность того что глобально мы будем выходить за уровень 11 512 тысяч но пока что все-таки вероятнее всего у нас будет с вами до набор ликвида потому что но покупателя сильного на рынке я не вижу если нету сильного покупателя друзья вы сами прекрасно понимаете надо устроить панику надо устроить срывы стопов это абсолютно логично причем в данной ситуации я уже рассматриваю такое движение что у нас будет именно это как срывы то есть это не будет какой-то там закономерная коррекция актива это будет просадка просадка до уровней которые мало кто ожидает вероятнее всего на каком-нибудь уровне там типа 8 600 8 500 мы с вами остановимся и опять пойдем за девятку причем я считаю что здесь такая вероятность она выше потому что дать уровень там 8 300 и 7 800 но это слишком очевидно на таком откате согласитесь а обычно рынок не идет по тому направлению которое у нас ожидают трейдеры все-таки рынок у нас как правило идет против ожидания масс что касается ситуации по альткоинам здесь я хотел бы обратить ваше внимание то что мы находимся ближе к глобальным сопротивлением и дальше от глобальных поддержек соответственно мы можем с вами по цене пойти ниже больше чем по цене пойти выше поэтому данной ситуации все-таки лучше тоже дать активу время поймать увидеть эти консолидации поймать увидеть эти моменты откупов и тогда уже самим заходить сделки по крайней мере я сейчас нахожусь полностью в фиате единственное ну кроме активов которые у меня находятся в холде типа лайткоин и биткоин голда и омг и все-таки моя рекомендация друзья тут немного подождать немного поработать со своими нервами и рассматривать уже точки входа в активы ну чуточку попозже напоминаю вам если вы на ежедневной основе хотите получать мои рекомендации ответы на ваш вопрос форма на ссылку в мою закрытую группу находится в описании под этим роликом а я с вами прощаюсь до следующего выпуска всего самого наилучшего работаем а